Сегодня мы встречаемся с Георгием Широкожуховым, а в музыкальном миру он ярл, да, правильно? Да, совершенно верно. И вот Георгий расскажет о рок-тусовке «Горячего ключа». Вообще, сколько здесь, я не знаю, музыкантов, басистов, там, социалистов? Ну, скажем так, сейчас прямо четко сказать не могу, можно сказать, что сейчас шесть коллективов, работающих в разных направлениях. Кто лучший? Ну, скажем так, лучших выделить сложно, поскольку все работают в разных стилистических рамках, в разных стилях, в разных направлениях, каждая группа по-своему интересна. И вот недавно, буквально на озере, на нашем городском парке, прошел рок-фестиваль, посвященный Дню молодежи. Был просто великолепный звук от Андрея Буркова. Краснодарец или? Ну, он сам Горячий Ключевский, но работал долго на «Красной 5». У него прекрасная аппаратура, прекрасное освещение, прекрасный навык подзвучки, там, и рок-пок. Да, мы были такие, это тоже его, да? Да, да, это все его артель, значит. И, в общем, если кто-то хочет себе озвучить, конечно, мероприятие, я рекомендую, как бы, Андрея, как профессионала. Еще раз фамилия? Андрей Бурков. Андрей Бурков. Да, если что... Ну, ладно, вернемся к музыкантам. Да, вернемся к музыкантам. Значит, ну вот... Как сильный наживается, который вы играете? Стиль, который называется... Группа тоже называется Ярл с некоторых пор, значит. Да, мы играем викинг-метал, но иногда играем по старой доброй памяти наши старые славянские вещи, которые мы... Это походы, битвы, это... Кстати, у меня на канале есть песни, смотрите в подписи, ссылки на эти песни. Да, древние события, значит, мы освещаем. Нам интересно вот этот пласт культуры. Почему на нем остановились? Это как бы... Это то, что было, и уже, как говорится, оно как данность. И оно интересно будет кому-то всегда. То есть на каком-то... То есть это... Вот у некоторых групп очень современная тематика, да? К названию дня. Ну, скажем, вот песни, например, про перестройку уже, наверное, давно не актуальны. А песни про викингов, наверное, все-таки находят отклик в сердцах. Насколько это доходное дело? Насколько? Сколько тысяч стоит гитара, допустим? Ну, гитара есть за три тысячи, бывает за триста тысяч. Ну, у тебя конкретно? Ой. Ну, я не могу сейчас точно сказать. Да, ну, да. Мне еще нужна аппаратура. Нужна аппаратура, нужны примочки. Нужно много-много коммутации. А то есть еще столько же минимум. Ну, не, ну, у кого как. Инструменты разные. Можно взять более дешевый инструмент, купить. Ну, не об этом. Короче, сколько дохода, на сколько доходов, сколько концертов? Абсолютно ничего, никаких доходов. То есть какие-то единичные выплаты бывают с каких-то, ну, байк-шоу, или с каких-то фестивалей, или каких-то заказных концертов случаются. Ну, какая была последний раз? Да, ну, честно говоря, я не вспомню сейчас. Ладно, ну, хорошо. Ладно, вот тогда, получается, это хобби, да? Это хобби, да. Как набирается у вас группа? У вас стандартный, да? Ну, сейчас у нас, да, сейчас у нас стандартный состав, в принципе. Ну, как стандартный. Долго мы играли втроем, то есть я гитара-вокал, бас-гитарист и барабанщик. Кстати, бас-гитарист, не знаю, не помню, как его зовут, Юрий, он в разных группах играет. Он играет еще в ансамбле «Хорошее настроение». Да, 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 да. Это как так называемый кавер-бенд, то есть они исполняют только чужие песни. Да, да, да. Вот, в аранжировке, вот. То есть я его видел и в разных других группах. Нет, нет, он только в хорошем настроении играет и в ярле, да, на данный момент. А барабанщик? Барабанщик наш играет в ярле и также в группе «Бур» они играют панк-рок с элементами регги. Вот, сейчас двух коллег. Итак, мы узнали, что быть музыкантом – недоходное дело. Абсолютно. Тогда зачем им быть? Ну, это, скажем так, как рыбалка, как охота, как дайвинг, как джипинг, как, ну, не знаю, еще какие-то направления, там, скейтбордисты, да. Значит, все эти направления требуют, чтобы или хорошую доску, или… Доску – это что? Доска – это гитара, да? Ну, доску, например, это, например… Доска, что ты занимаешь этим… А, доска – это венсервинг, да. Да, там, кайтами или еще чем-то. Это все снаряга, экипировка, это все требуется. Поэтому музыка, да, расходы большие. Но, опять, вопрос того, как ты хочешь звучать. Если ты хочешь звучать на… Троечку, я не знаю. Ну, сейчас все равно же все через айфоны, там, всякие, телефон… Нет, нет, звучать именно на концерте. А, вон. На концерте, да, звучать именно на концерте, звучать на студии. Поэтому, чем больше будет вложено в инструменты, в аппарат, в примочки, тем будет… Например, сейчас многие отказываются от ламповых и аналоговых примочек и покупают цифровые. Это вот такой чемоданчик. В нем есть практически все. Ну, скажем, он может стоить 30 тысяч, может 50, может 150, может 350. Перейдем к планам, ну, не знаю, к плану какой-нибудь, может, турне по Турции, там, или по Украине. По Украине. Кстати, на удивление, вот один из наших музыкантов недавно покинул группу «Хорошее настроение», в которой работает наш бас-гитарист Юрий, и уехал работать на Украину. И вот он… В ДНР, в ЛНР, в Стреляне? Нет, он работает в Днепропетровске, который ныне называется Днепр, да, и вот он… Шпионом. Да, и вот он что рассказывает, что он за год посетил порядка 10 концертов. Это были и вокальные концерты, где там зал на 50 мест, это были и масштабные концерты, где зал больше тысячи человек. И вот он его поразил о том, что на Украине посещаемость концертов намного лучше, чем в Краснодаре. То есть, ты собираешься на Украину ехать? Нет, я не собираюсь никогда ехать. Ладно, какие планы в конце? Планы? Ну, записывать песни, выступать. Мы это делаем для своего удовольствия, для своих… Как говорится, ну, иногда хочется просто… Есть что сказать людям, поэтому мы играем, выступаем, записываемся. Для этого нужно репетировать, репетировать много, часто, потому что, например, в той музыке, которую мы играем, нас должен высчитан, выигран каждый удар. Если этого не будет, это будет каша. А если это будет, это будет, если будет все это учтено, то это будет четкий, мощный Викингс Метал. Я был на тренировках или не тренировках, а на репетициях у Георгия. Откровенно говоря, уши у меня завяли через 30 секунд. Ну, в общем… Ну, да, необычная музыка. Да, мужеская, тяжелая, но при этом мелодичная. Мы сейчас пополнили состав хорошим соло-гитаристом, он недавно переехал. Да вроде ты же играл, был соло. Ну, я ритм-гитарист, скажем. То есть, на мне висит вокал, на мне висит масса такая, мощь, плотность, жесткость, тяжесть. Это все на мне. На нем мелодия, красивые, всякие красивости, всякие украшения. Они, да, дают более богатую палитру. Есть сайт у вас? Сайт, ну, ВКонтакте страничка. ВКонтакте, Яру называется? Да, в Фейсбуке, в Одноклассниках есть тоже. Большое спасибо за интервью. Спасибо.